Здравствуйте, дорогие львы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю, с 5 по 11 августа. Этот прогноз подходит для всех солнечных львов и для тех, у кого асцендент тоже в знаке зодиака лев. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! Понедельник! Луна останется в вашем знаке зодиака, дорогие львы. 4 числа в вашем знаке зодиака новолуние, а понедельник продлевает эффект новолуния. Поэтому, если вы планировали отказаться от вредных привычек, очистить организм, сесть на диету или начать участвовать в каком-то интересном новом проекте, дерзайте! Понедельник вам в помощь! Когда Луна находится в первом доме гороскопа, она может напомнить о каких-то прошлых связях, о каких-то бывших партнерах, старых друзьях, с которыми вы давно не общались и не встречались. В вашу дверь могут постучаться. Либо написать вам могут в социальных сетях какие-то старые знакомые. Будьте на чеку! Когда Луна в первом доме гороскопа, решение вы можете принимать, основываясь не на логике, а на интуиции, на эмоциях, на своем настроении. Вот в каком вы будете находиться состоянии в понедельник, такое решение вы и примете. Это может быть внезапное решение. Это может быть какое-то решение, о котором вы потом можете пожалеть, потому что примите его, основываясь на своих чувствах на данный момент. Поэтому я советую важное решение в понедельник, все-таки не принимать львы. Затем, когда Луна в вашем знаке зодиака, конечно, хочется жажду действий. Вот прямо здесь и прямо сейчас взяться за что-то новое. Пытаться как-то реализовать себя, свои таланты, свои способности. Это тоже первый дом. Вы можете подумать, что можно зарабатывать на том, что вам нравится делать. Может быть, у вас есть уже свой бизнес или идеи по поводу бизнеса, которые основываются на вашем хобби, на вашем творчестве. Подумайте, может, действительно уже пора как-то себя реализовывать в этом плане. Ну и также первый дом-гороскоп отвечает за вашу внешность, как вас видят окружающие. Возможно, вы захотите поменять имидж, новую прическу, новый стиль в одежде. Купить какие-то, возможно, драгоценности или какую-то бижутерию, возможно, новую. Вот в понедельник можете что-то найти в интернет-магазинах. Вторник и среда. Луна переходит в знак зодиака Дева в ваш второй дом-гороскопа. Когда Луна находится в этом знаке зодиака, она желает все расставить по своим местам, все по полочкам, все должно быть в порядке. А второй дом-гороскоп отвечает за финансы ваши, дорогие львы, за траты, за бюджет, за поступление каких-то денег, за ваши труды, за вашу работу. Поэтому вторник и среду желательно рассчитать свой бюджет. На что пойдет эта сумма денег, которую вы получите? На жилье, на автомобиль, на еду, на одежду, на путешествия. То есть во вторник и в среду желательно прям все расписать, чтобы не попасть в дальнейшую финансовую яму. Опять же, Луна в деле будет к этому призывать, все расставить по своим местам. Каждая копеечка должна служить для вас только в позитивном смысле. Затем, второй дом-гороскоп отвечает за голос, поэтому если вы будете выступать где-то, может быть, какое-то мероприятие, вы ведущий или организатор, то во вторник и в среду вы справитесь, дорогие львы. Вы будете собраны, и информацию вы будете доставлять для людей вполне такую сжатую и важную. То есть не беспокойтесь, если у вас какие-то выступления в эти два дня. Вы справитесь. Когда Луна в знаке зодиака Дева, нежелательно выяснять отношения с любимым человеком. Для вас будут казаться его ошибки вдвойне, а то втройне катастрофичными. Я хочу посоветовать вам выяснение отношений отложить ближе к выходным. Три дня подряд. Четверг, пятница и суббота. Луна окажется в знаке зодиака Весы в вашем третьем доме гороскопа. Когда Луна находится в этом знаке, улучшаются отношения с близкими людьми. Это во-первых. А во-вторых, какая-то легкость появляется в контактах. Хочется коммуницировать, хочется общаться. Третий дом, в котором будет Луна, тоже отвечает за общение. Поэтому хорошо бы в течение этих трех дней встретиться с родственниками. По третьему дому это может быть брат или сестра. И вместе с ними что-то обсудить. Возможно, в совместную поездку. Луна в Весах, она призывает вас к красоте, гармонии, к эстетике. Вы можете посетить какое-то мероприятие, в котором вы ни разу не были вместе с родственниками. Или позвать их на это мероприятие. Или самостоятельно посетить какую-то галерею, концерт, какой-то супер-пупер-магазин, в котором вы ни разу не были. Какой-то парк, какую-то часть города. Прогуляться там и вдохновиться. Потому что Луна в Весах будет призывать вас к тому, чтобы вы раскрыли свои глаза и посмотрели на то, как мир прекрасен. И для этого у вас будет целых три дня. Затем, когда Луна в третьем доме гороскопа, можно решать проблемы, связанные с транспортом. Может быть, нужно свозить на ремонт ваш автомобиль, покрасить, что-то переделать, изменить, не знаю, в салоне что-то. Или, может быть, вы пересядете на транспорт общественный в эти три дня. Не исключено. Ну и также третий дом отвечает за информацию, за бумаги, подписи какие-то, возможно, будете ставить в течение этих трех дней. Опять же, я советую не витать в облаках, а читать все досконально, что вы подписываете. Любой документ очень важен в течение этих трех дней. Погружайтесь в информацию с головой. В воскресенье Луна переходит в знак Зодиака Скорпион, ваш четвертый дом гороскопа. Когда Луна находится в этом знаке, мы можем испытывать дискомфорт, агрессию, апатию, депрессию. Вот какие-то такие эмоции, которые погружают в нас внутрь себя самих. Мы можем резко воспринимать какие-то выпады, замечания, комментарии со стороны людей к вам. Вы можете любую, любое слово брать за монету, как говорится. Поэтому заранее предупреждаю Львов, чтобы в воскресенье вы серьезно не реагировали на какие-то замечания. А в чем могут эти замечания проявляться? В какой сфере? Во-первых, в недвижимости и в жилье, в котором вы сейчас находитесь, в котором вы живете. Возможно, какие-то будут перемены в квартире, в доме. И эти перемены в воскресенье застанут вас либо врасплох, либо вы не сможете к этим переменам отнестись с точки зрения удачи, комфорта, или, может быть, просто перемен в вашей жизни. Вы будете немного раздражены. Луна в Скорпионе иногда себя так может вести. Потом четвертый дом отвечает за вашу родину, за ваш дом, где вы родились. Было бы неплохо посетить отчий дом, погулять по местам, где вы были маленькими, встретиться с родными и близкими, в особенности с вашей мамой по четвертому дому. Это ваша мама. Может быть, с ней будут какие-то разговоры касательно квартиры, касательно дома, дачи, вообще любого недвижимого имущества. Также возможно, что некоторые львы устанут от какой-то опеки, от какой-то вечной заботы над кем-то. Вы можете поймать себя на мысли, что все, больше не могу. Льву устал или устала постоянно держать все под контролем. Надоело. Хочу свободы, хочу перестать нести ответственность за чужую жизнь. Вот как-то такие мысли могут вас посетить в воскресенье. Опять же, мой личный совет каждому льву. Не стоит себя погружать в негативные мысли. Не стоит переживать за то, что сейчас в вашей жизни изменить нельзя. Просто принимайте какие-то перемены в вашей жизни. А воскресенье лучше, конечно, посвятить себя дому, родным и прогуляться по местам, которые вам очень нравятся. Дорогие львы, я желаю вам на следующей неделе позитива. Смотрите на мир с оптимизмом. Ну и также берегите свое здоровье и ментальное состояние, потому что кто-то все-таки будет вас бесить на следующей неделе. Постарайтесь держать себя в руках. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. Благодаря вашим комментариям продвигается это видео, и тем самым больше львов могут посмотреть свой прогноз. Удачки вам и хорошего настроения на следующей неделе. Всем до свидания.